Российская армия без интернета. Такой, я бы сказал, информационный наркотик. Зачем Госдума запретила солдатам армии РФ пользоваться смартфонами? Дебилы – это неисчерпаемый ресурс российской армии. Топ-5 селфи кадровых военных на Донбассе. И станет ли теперь меньше доказательств агрессии РФ против Украины? Единогласное решение Госдумы РФ российским солдатам и офицерам запретили иметь на службе телефоны с видеокамерой и выходом в интернет. Они уже привыкли, столько лет они сидят в социальных сетях, поэтому нужна может быть какая-то компенсация, какой-то внутриармейский интернет, если бы мы хотя бы со своими сослуживцами могли. Возможно, они просто не до конца понимают, как работает это законодательство, и не понимают, что тем самым они сейчас создали коллизию, право запрещать то, что и так уже много-много лет запрещено. Поскольку любая информация, которая как-либо касается военной службы, она является информацией, составляющей государственную тайну. Во-вторых, они просто реагируют на постоянную череду скандалов, санкций, международное давление на российские власти. Данные из открытых источников. Огромная часть доказательной базы российской агрессии на Донбассе. Лето 2014-го. Украинская армия вдоль границы с Россией. Каждый день офицеры и солдаты ВСУ заявляют об артиллерийских ударах с территории РФ. Кремль удары по Украине отрицает, но все это время российские артиллеристы публикуют фотографии из полевых лагерей на границе. Скрытые стоянки и орудия в боевом порядке. И вовсе не удержался солдат срочной службы Григорьев. Вконтакте так и написал. Всю ночь долбили по Украине. В итоге стал героем даже кремлевских телеканалов. Но вот незадача. Срочник Вадим Григорьев уже давно не выходил ни в какие соцсети. Телефона-то нет, вот простой. Тапик и тот, который не ловит. И то надо ходить, чтобы позвонить вам на ту гору. Но благодаря открытым данным сообщество InformNapalm кроме Григорьева идентифицировало еще 80 его сослуживцев из 291-й артиллерийской бригады, причастных к обстрелам Украины. Сначала были ельцинские солдаты, потом миротворцы в Грузии, вежливые люди. Сейчас зеленые человечки, да. Но вот беда в том, что наша команда показывает имена, фамилии, звания и преступления, которые они сделали. А этого достаточно. Это преступления, которые не имеют сроков давности. Фотографии срочника Дмитрия Зубова стали частью доказательной базы в расследовании трагедии малазийского Боинга. Военнослужащий 147-го автомобильного батальона Генштаба Вооруженных сил РФ выложил в сеть маршрут военной колонны к украинской границе. На одном из множества снимков Зубова тот самый ракетный комплекс «Бук», с которого, по данным Международной следственной группы, сбили пассажирский самолет. Дали перед дембелем задание, что вот молодой человек, вот тебе «Бук», и ты его торганешь в Миллерово. А потом он поедет в Украину. И с этого «Бука» был сбитый МАШ-17. Он публиковал активно в своем контакте фотографии, как он едет с этим «Буком», как он проезжает в Воронеж, дорожные знаки. А свою программу, сколько ему осталось до дембеля, медальки, которые он за это получил. И чудное расследование получилось. Страничка ВКонтакте Бато Домбаева легла в основу фильма «Селфи-Солджер» с американского журналиста Симона Островского. После боев за Дебальцева авторы картины проследили и повторили путь танкиста 37-й мотострелковой бригады из Бурятии на Донбасс. Все согласно его собственным фотографиям. В России основная проблема военнослужащих – это не то, что у них мобильные телефоны, а то, что здесь непрофессиональная во многой своей части армия. Это люди очень молодые, можно сказать, безответственные. Когда, может быть, какой-нибудь из их товарищей, которых они знают лично, попадется на чем-то, тогда это будет для них уроком. А Бато Домбаева, я думаю, нынешний урожай, так сказать, солдатов никто не помнит. Привет укропам! Так, фотографии ВКонтакте 23 августа 2014-го подписал танкист Алексей Березин. Несколько дней спустя, во время боев за Иловайск, его танк подобьют украинские военные, а журналисты дорожного контроля в подбитой машине найдут документы военнослужащего 6-й танковой бригады РФ. Тут российская форма, аптечка, а сам я вот сиджу на российскому танку, который отбили наши бойцы. Пример Армана Габасова о том, что даже на собственном опыте учатся не всегда. Осенью 2017-го сообщество «Информнапалм» доказало донбасскую командировку российского контрактника. Но спустя несколько месяцев после разоблачения в новом профиле он снова опубликовал фото. Часть из Ростовской области, часть из Донбасса. Человеческий фактор сильнее, что солдат заводят второй профиль, что они берут на службу два смартфона, один из которых задают командиры для отчета, а второй прячут у себя. Сейчас в базе данных российской агрессии против Украины только сообщество «Информнапалм» более двух с половиной тысяч военнослужащих армии РФ. Ярослав Кричко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.